Песец Выживание в регионе, где температура падает до минус 50 градусов Цельсия является нелегкой задачей, а песец с легкостью справляется с ней. Песец Маленький вид лисицы, природный в арктическом регионе в северном полушарии мира. Его также называют полярной лисицей, благодаря его чистой белой шерсти, а также полярной и снежной лисицей, благодаря тому, что он обитает в покрытых снегом регионах Арктики. Его бинамиальными номенклатурами являются Алапекс логопус и Вульпис логопус. Песец Один из нескольких видов животных, которые способны выживать при экстремально низких температурах Арктики, превосходные навыки адаптации этого животного играют главнейшую роль в его выживании. Существует четыре основных подвида песца — беринский песец, исландский песец, песец островов Приболово и гренландский песец. Как видно из названия их назвали по названию места, где они обитают. Эти виды немного отличаются друг от друга, и если вы не осведомлены о видах песцов, вам будет довольно сложно отличить один вид от другого. Далее ознакомьтесь с интересными фактами о песцах и информацией о жизни животных этого вида. Как правило у песцов чисто белая шерсть в виде густого меха, который предназначен для защиты от сильных морозов. В среднем длина тела взрослого песца достигает 84-110 см, не считая хвоста, длина которого около 30 см. Средняя высота околки — 23-30 см. Самцы весят от 3 до 9,5 кг, самки — от 1,8 до 8 кг. В целом, внешним видом это животное в значительной мере напоминает собаку. Хотя может показаться заманчивым, держать это удивительное животное в качестве домашнего питомца, содержание диких животных, таких как песец дома, является совсем неразумным. Естественная среда обитания песца характеризуется покрытыми снегом местностями северного полушария с крайне низкой температурой воздуха. Географический ареал этого вида охватывает полярные регионы Гренландии, России, Канады и Аляски. Хотя этот вид в основном распространен в Исландии и на Скандинавском полуострове, иногда песцов также можно увидеть в Норвегии, Швеции и Финляндии. Песец питается всем, что может найти, от мелких млекопитающих, таких как Леминг и Полевка-Экономка, до падали. В полярных регионах туши мертвых животных не разлагаются, по причине сильных морозов, и эти туши служат важным источником пищи для песцов. Кроме этого эти этот вид лисицы питается мелкими млекопитающими, которые роют норы в земле, птицами, а также их яйцами, которых можно увидеть в Приморье, и рыбой, находимой в водных источниках. Известно, что в случаях острой нехватки пищи песцы могут питаться объедками больших хищников, таких как белые медведи и милвильские островные волки. Что касается выживания в экстремальных условиях, адаптация животных играет крайне важную роль. В случае с песцом, существует несколько видов адаптации, которые помогают им выжить в экстремальных условиях их естественной среды обитания. Самое главное из них – густой мех и жир, которые помогают им сохранять температуру тела. Кстати, мех этих животных – самый теплый среди многочисленных видов млекопитающих, обитающих в данном регионе. Аналогично их узкие ноги и закругленные лапки обеспечивают минимальный контакт с холодной землей. Чисто белая шерсть выступает в роли камуфляжа при охоте и спасает их от больших хищников. Кроме таких видов адаптации, песцы имеют особую привычку прятать пищу под снегом – привычка, которая оказывается полезной в случаях нехватки пищи. Вы прочте несколько фактов о песцах, удивительных животных, обитающих в регионах, которые люди считают неподходящими для проживания. Хотя вторжение людей пока напрямую не повлияло на их предообитание, этот вид животных, наряду с другими полярными животными, выносит на себе всю тяжесть вызванного человечеством глобального потепления. Высокий темп, с которым тают полярные ледники и тот факт, что холодное время года длится меньше с каждым годом, являются главными факторами разрушения среды обитания песцов. Несмотря на это песец вызывает наименьшие опасения относительно вымирания по данным Красной книги Международного союза охраны природы и природных ресурсов, однако современные тенденции вполне могут вскоре изменить ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok